На Луганщине 600 тысяч людей могут встретить новогодние праздники в темноте и холоде из-за того, что оккупировавшие область боевики не платят за коммуналку Украине, которая продолжает обслуживать эти территории. В эфире главной новостью проблемного региона Вална Донбасс. Меня зовут Ольга Шилкина. И сначала коротко о главных темах выпуска. Непосильная дорога. Из-за того, что пункты пропуска плохо обустроены, люди реже ездят домой на оккупированной территории. Два года закону о переселенцах. Работает ли он? Интервью с активисткой Татьяной Дурневой. Абонент недоступен. Как работает украинская мобильная связь на оккупированной территории? Чем опасно, если она исчезнет? Игры героев тяжело раненые ветераны АТО соревнуются и не падают духом. Очередная маленькая победа. Правозащитники помогают ветерану АТО отстоять свои права. Старший лейтенант Мартыненко при поддержке правозащитной организации «Сила права» обратился в суд с заявлением установить юридический факт его ранения. Именно при выполнении обязанности военной службы в тот момент он защищал родину от военной агрессии Российской Федерации. Он был ранен в ходе АТО дважды. Судья районного суда Сумской области отказала в этом Мартыненко. А сегодня апелляционный суд отменил предыдущее решение служителей Фемиды. Юристы «Силы права» говорят, что теперь есть перспективы доказать, что Владимир Мартыненко получил ранение по вине Российской Федерации и может рассчитывать на денежную компенсацию от страны-агрессора. Количество людей, пересекающих пункт пропуска в станице Луганской, уменьшается. Причина – понижение температуры на улице. Люди, вынужденные пересекать линию разграничения, должны проходить 2,5 километра пешком, а потом не один час стоять в очереди. С наступлением холодов такая дорога дается все труднее. С теми, кто часто пересекает линию разграничения, общались мои коллеги. Местный контрольный пункт входа-выхода единственный на Луганчине. Только здесь людям можно пересечь линию разграничения. Если многочасовое ожидание людей не пугало, то понижение температуры все-таки уменьшило поток людей. Я так замерзла, не могу разноваться. Мы недолго стояли, мы стояли минуту, наверное, это очень быстро. Люди жалуются, что дорога в 2,5 километра, которую они преодолевают для перехода на одну из сторон, в плохом состоянии. Беспокоятся, что в зимнее время будет еще хуже и травм не избежать. Вниз и вверх по помосту очень тяжело подниматься, особенно женщины в возрасте. Погреться и выпить чаю можно в палатках МЧСников. Возле отделения банка тоже очередь. Жители оккупированного Луганска пришли за пенсиями. Полученные деньги в станице сразу и тратят на продукты и медикаменты. Жалуются на плохое качество лекарств в оккупированном Луганске. Не все есть. Люди привыкли к одним лекарствам, а то, что привозят, иногда не сходится с тем, что качество. А иногда не привозят. Нужно вместо одной таблетки три выпить. Несмотря на морозы, жителям оккупированных территорий все же приходится приходить в станицу за украинской помощью. На ту зарплату я не проживу, потому что у нас в Луганске дают. Честно, если в Украине помогать, я подокрую. Честно. Каждый день пункт пропуска в станице Луганской пересекают около трех тысяч человек. Пункт пропуска в станице Луганской обещают сделать комфортнее. Комитет Красного Креста установит тут модуль обогрева. Люди смогут согреваться, пока ждут свои очереди. Вагончик, где можно перевести дух и выпить чаю, состоит из трех отсеков, которые соединены между собой. Места немного, но это лучше, чем ничего. Люди смогут греться по очереди. Ежедневно через этот пункт пропуска проходит примерно две с половиной тысячи человек. На этой неделе закону, который должен защищать права переселенцев, исполнилось ровно два года. Заработал он по факту и облегчил ли жизнь тем, кто и так пережил ужасы войны и вынужден был бежать из собственных домов. Об этом и о многом другом говорим сегодня с Татьяной Дурневой. Она у нас в гостях, исполнительный директор общественного холдинга группа влияния, консультант по вопросам временно перемещенных лиц Института общественно-экономических исследований. Здравствуйте, Татьяна. Очень рада, что вы пришли к нам в гости. Хотелось бы начать именно с закона переселенцев. Буквально на этих днях исполняется ему два года. Мы знаем, что за это время он практически не выполняет своих функций. То есть есть проблемы с выплатами социальных пособий, пенсии, с жильем. Так оно и не предоставлено. Как вы оцениваете вообще эти два года? Да, я знаю, что вы состоите в рабочей группе при министерстве профильном. Что сейчас делается? Как вообще обстоят дела в этом вопросе? Вы, в принципе, правильно чертили круг проблем. Действительно, закону два года. И вот в декабре будет год, как Верховная Рада приняла изменения к этому закону. И в частности, вот эти изменения как раз и работают. Мы можем говорить о том, что справка переселенца действует сейчас бессрочно. Это значительное улучшение жизни людей, которые вынуждены были покинуть свои дома и часами простаивать в очереди каждые полгода, чтобы продлить свою справку. Потому что справка переселенца, она по сути только подтверждает факт перемещения. Следующее улучшение, что не нужно обязательно иметь регистрацию в паспорте. То есть, если есть какие-то другие доказательства, как фотографии, медицинские карточки, военный билет и другие документы, которые могут подтвердить проживание на неподконтрольной сейчас территории, то тогда человек тоже может получить справку внутренне перемещенного лица. В том числе изменения касаются и лиц без гражданства. Все говорят о создании единой базы данных про внутренне перемещенных лиц. Она, по сравнению с состоянием два года назад и даже год назад, она, можно сказать, больше есть, чем ее нет. Она сейчас работает в нескольких регионах, сталкивается с огромным количеством сложностей, потому что не всегда техника готова, не всегда люди готовы, не все прошли обучение. Сливание баз в единую, конечно же, несет за собой определенные ошибки. Но, тем не менее, если вы посмотрите по статистике внутренне перемещенных лиц, она сейчас с каждым месяцем уменьшается. То есть, убираются дубли, убираются ошибки, плюс идет процесс верификации. И тут мы как раз переходим к негативным последствиям. Они не прописаны в законе. На самом деле, закон очень неплох. Вопрос в том, что нормативно-правая база, подзаконные акты, все постановления, они значительно влияют на качество жизни внутренне перемещенных лиц и на защиту права людей. Потому что в законе все достаточно нормально прописано. Он практически отвечает и руководящим принципам ООН по вопросам перемещения внутри страны, и международным стандартам защиты прав человека. А вот те постановления, которые принимает Кабмин, причем с завидной частотой, они как раз полностью нивелируют все достижения, которые есть в базовом законе про переселенцев. Мы знаем, что идут проверки всех получательных социальных выпад. Это неплохо, в принципе. Государство должно понимать, куда и кому направляют деньги. Особенно, если мы говорим об адресной социальной помощи. Есть такое постановление 505 о предоставлении покрытия расходов на жилье и коммунальных услуг. Это совершенно небольшие деньги, учитывая особенно... 400 с небольшим. Да, для работоспособных 400 с небольшим, для неработоспособных 884 гривны. Но, к сожалению, некоторые постановления, такие как 365, например, которое было принято в июне 2016 года, вводят дополнительные проверки для переселенцев. Причем эти проверки, они не соответствуют тем же стандартам, которые есть для других получателей социальных услуг, которые есть в Украине. Например, это люди, которые имеют инвалидность или люди, которые... Женщины, родившие ребенка, например. Да, они тоже получают какие-то... Мы сейчас говорим именно об условиях жизни, когда социальные работники приходят домой и смотрят, в каких условиях там, где живет переселенец. Ну, понимаете, это так звучит всегда красиво. То есть мы можем думать, наверное, что показываются обоснования принятия этих нормативных актов как улучшение. Да, вот если мы подсчитаем пояснительные записки ко всем постановлениям, то они как раз говорят о позитивном изменении. Например, там, улучшение, повышение качества услуг, предоставляемых переселенцам, или там, мы лучше будем знать, легче будет взять на регистрацию, значит, взять на учет переселенца. Но по факту получается так, что людям домой приходит комиссия, которая, ну, создание которой, в принципе, нигде не прописано. Есть эти бригады, которые приходят, должны составлять акт обследования материально-побытовых... Вот на каком основании государство никак в этом не поучаствовало? То есть люди, те, которые переехали на другие территории, они это сделали исключительно сами. Нас никто не вывозил, никому никто не помогал. Почему на частную собственность должны приходить социальные сотрудники и проверять, в каких условиях, на каком диване, грубо говоря, ты спишь, что ты ешь? Ну, на самом деле, они не проверяют. Тут бы и неплохо. То есть то, что говорил, я помню, Рева летом, министр социальной политики, он говорил, что это постановление 365-го, оно поможет людям, потому что наши социальные работники будут приходить домой и смотреть, а вдруг переселенцы плохо живут. То есть подавалось это под таким соусом, что вроде как социальный инспектор выполняет ту функцию, которая в идеале должны быть наделены люди, вот и министерство социальной политики, оно должно помогать людям в социальной защите. А по сути они превратились в полицейскую какую-то вот такую структуру, которая проверяет. Ведь, по сути, когда приходят проверки домой, они явно не смотрят, достаточно ли хорошо живут люди, в каких они условиях. Им главное наличие этого человека в доме. Причем там подписи должны быть всех членов семьи на этом акте. Если человека нет дома, то в течение трех дней он обязан обратиться в управление труда и соцзащиты. Об очередях в этих управлениях соцбектов мы, наверное, говорить сегодня не будем. Так же, как об очередях в Ощадбанке. И тут вот как раз по поводу Ощадбанка это тоже вопрос. Почему переселенцы должны обслуживаться только в Ощадбанке? Ощадбанк не самый, скажем, гибкий, не самый удобный банк. Да, он имеет наибольшее количество отделений, но тем не менее. Например, Ясиноватский район, где порядка пяти тысяч внутренних перемещенных лиц, там нет ни одного банкомата Ощадбанка. А если получатель социальных выплат может снять только в Ощадбанке, 167-го постановления, то в других банкоматах мы не можем снять деньги. То есть даже и снять нельзя, не говоря там уже о комиссии или еще о чем-то, просто даже физически нельзя это делать. Специальный пакет, он назывался раньше «Восточный», к счастью, его переименовали на пакет «Моя краина». А этот пакет Ощадбанка, который именно создан специально для переселенческих выплат. Причем самое негативное в этом, что пенсии тоже отнесены к выплатам социальным, что крайне неправильно. Потому что пенсия – это имущество человека, оно не зависит от того, где ты находишься, в каких ты материальных условиях находишься, где ты ездишь, когда ты пересекаешь линию разграничения. Это абсолютно не имеет значения. Главное, что человек живой, и если он платил в свое время, когда работал отчисления, то он должен получать свою пенсию. То есть что тут важно понимать, что вот общественные организации, которые стоят на принципах защиты прав внутренне перемещенных лиц, четко разграничивают. Адресная социальная помощь по 505-му постановлению, вот эти 442 и 884 гривны. Да, действительно, государству это адресная помощь. То есть для тех людей, кто действительно переселился, ну какая-никакая, но адресная. А пенсия – это, извините меня, право человека, это его имущество. Поэтому проверять людей, что они переехали, переоформили свое пенсионное дело, и теперь опять же попадают под тотальный контроль социальных инспекторов, и могут снять свою пенсию только в банкомате, только в Ощадбанке, это, конечно, очень ограничивает. Это действительно говорит о дискриминации, и это говорит о том, что у государства какое-то искривленное видение, как надо относиться к людям, пострадавшим от военной агрессии. Да, и вот появились такие термины, мне кажется, очень обидные, тоже дискриминирующие, как пенсионный туризм. А так мы даже анализировали, вот откуда пошел этот термин, ведь этот термин является не причиной, это следствие. Следствие 167-го постановления, извините, 637-го постановления Кабмина, которое говорит, что для того, чтобы получить свои социальные выплаты, нужно получить справку переселенца. Это вот еще осенью 2014 года было принято такое постановление. Таким образом, мы автоматически всех людей, которые там проживали, привязали к справке переселенцев. Потом у нас идет искривленная статистика, сколько у нас переселенцев. Потому что люди, которые просто хотят свою пенсию получать, они не хотят жить в другом месте, они хотят там же оставаться. Это их желание, это их право, это зачастую невозможность переезда. Это маломобильные люди, это люди, которые остаются следить за имуществом, за больными родственниками. Тем не менее, все эти люди должны были выехать, получить справку переселенца, переоформить свое пенсионное дело, например, и вернуться. То есть правительство своим же решением искривило эту ситуацию. Если бы мы разделили получателей социальных услуг, то есть пенсии хотя бы отделили от всех остальных выплат, у нас бы, во-первых, выровнялась бы статистика по внутренним перемещенным лицам. И мы бы понимали, сколько действительно их, которые живут здесь, никуда не переезжают. Люди, которые уже приняли решение, и часть из них вряд ли вернется назад. Они действительно нуждаются в другой поддержке от государства, в интеграции, в каких-то долгосрочных программах по жилью, по трудоустройству. А есть часть людей, которые остаются на неподконтрольной территории. И им тоже нужно обеспечивать их социальную защиту. Потому что, потеряв контроль над территориями, Украина не теряет свою ответственность перед своими гражданами, которые платили же в бюджет. Да, сейчас очень говорят о реинтеграции, но при этом вот такие вопросы, как выплата пенсии, остаются открытыми. Полную версию интервью смотрите на нашем сайте BlackCityV и в эфире Черноморке. Мобильная связь для жителей оккупированных территорий – это действительно не роскошь, а часто единственный способ общения с родными и близкими на неоккупированной территории. Эта связь может оборваться в любой момент. В чем угроза и могут ли группировки ЛНР и ДНР заменить украинских операторов своими, разбирались журналисты спецпроекта «Донбасс Реалии». Луганск. Страшные дни войны 2014-го. Город обстреливают, но ежедневно сотни людей выходят на улицы, в поисках места, где еще ловит мобильная связь. Телефон – единственная возможность сообщить, что ты живой. Карту с точками хорошего приема сигнала передают из рук в руки. Нет света, генератором выстраиваются очереди зарядить мобильное. Во время боевых действий тут уже приходилось очень туго, место приходилось долго-долго выбирать, и далеко-далеко не всегда можно было позвонить. Спустя два года относительно мирной жизни проблема со связью вернулась. Жители Донецка и Луганска снова массово жалуются на серьезные неполадки. В начале года связь была еще в пределах нормы. В настоящее время связь плохая, можно прямо сказать. В неподконтрольных районах Донбасса все еще ловят МТС и Лайф. По версии властей сепаратистских группировок, именно украинские мобильные операторы виноваты в плохой работе. Техническое состояние, конечно, тоже МТС, он валится на глазах. В офисе МТС объясняют, получить доступ к своим вышкам на неподконтрольных территориях они не могут физически и давно. Естественно, у нас ограничены возможности по обслуживанию сети. Сеть, конечно, надежная. Сети мы строим основательно. Это значит, что оборудование нашей сети есть определенный запас прочности. Но насколько ее хватит, я не знаю. Поэтому до тех пор, пока объекты будут работоспособны, до тех пор мы будем поддерживать трафик, потому что мы прекрасно понимаем, что это наши люди, которые живут там, и в силу каких-то причин они там остались. Пока оставшиеся украинские вышки стремительно выходят из строя, так называемые ДНР и ЛНР развивают сеть собственных мобильных операторов «Феникс» и «Лугаком» на базе конфискованного оборудования «Киевстар». Стартовый пакет стоит более 100 российских рублей. Купить сим-карту можно в специализированных офисах или на почте. И только по паспорту. Но звонить можно лишь в пределах оккупированных ЛДНР территорий и в Россию. А значит, украинские мобильные коллеги местным не конкуренты. И вытеснять их отсюда пока никто не собирается. Можно выдавить оператора, но это значит, что технические специалисты бросят эту в сети, которая будет разраблена буквально за месяц. Наши граждане должны иметь возможность позвонить своим родственникам на ту сторону, на Украину. К сожалению, через «Лугаком» по причине его локальности мы не сможем сделать это. Сегодня карточки пополнения МТС, Лайв и мобильных операторов так называемых ДНР и ЛНР лежат по соседству. На лотках уличных торговцев. Бизнес идет хорошо. Дончане и луганчане охотно платят даже за плохую связь. МТС, Лайв, Феникс, все пополняшки есть. Можно покупать карты пополнения, именно карты. Можно пополнять по номеру, то есть по терминалу. На Фениксе связь хорошая, интернет очень хороший. На МТС Лайв работает с перебоями. Еще полгода назад попытка сепаратистов пересадить Дончан и Луганчан на местную мобильную связь казалась утопией. Однако сегодня все больше местных запасаются сим-картами Лугакома и Феникса. И у них этому есть свое объяснение. 100% Феникс. Связь стабильная, надежная, в отличие от МТС, которую вообще не ловит. Интернет намного быстрее, причем он хоть и в тестовом режиме, но тоже лучше работает. Да и дешевле даже. И все же сейчас на неподконтрольной территории остается несколько миллионов абонентов МТС Лайв. Для многих из них телефон – это не только связь с Украиной, но и возможность свободно пользоваться мобильным интернетом. Ведь многие украинские сайты заблокированы местными провайдерами. И когда в Донецке и Луганске будет обесточена последняя мобильная вышка, обрывется и тонкая информационная нить, за которую держатся многие жители по ту сторону линии разграничения. Игры героев проходят во Львове. Это всеукраинские соревнования по кроссфиту. В многоборье участвуют 25 военных спортсменов. Все они – бойцы АТО, которые были тяжело ранены в боях. Организаторы уверены, что подобные турниры помогут бывшим солдатам скорее вернуться к привычной жизни. Надеются, что помочь смогут всем бойцам, которые получили подобные травмы. Львов стал пятым городом, который принял Игры героев. Это всеукраинские соревнования по кроссфиту. Участники – бойцы АТО, которые были тяжело ранены. Во Львове силами мерились 25 военных спортсменов. Игры героев помогут бойцам с инвалидностью вернуться к привычной жизни и стать примером для других, говорят организаторы мероприятия. На соревнованиях собралось несколько сотен гостей – бойцы АТО, волонтеры, родные участников. Приехали профессиональные спортсмены и иностранные гости. У нас есть лист, отбук от представителей, членов НАТО в Брюсселе и в Украине, которые нас поддерживали. И ближайшим временем будут проводить показовые выступы в Брюсселе. И сильнейшие хлопцы из Игры героев поедут с показовым выступом в Брюсселе. Организаторы отмечают, им неважно, занимался ли раньше человек профессиональным спортом. Хотят, чтобы к их коллективу и тренировкам присоединились все военные, которые получили травмы. Что бы ни случилось, не падайте духом и не опускайте рук. А чтобы быть в курсе всех событий, заходите на наш сайт BlackCityV. Новости конфликтных регионов теперь доступны и в Фейсбуке. Ставьте отметки «Нравится» нашей страничке. С понедельника в этой студии встречайте Екатерину Павлову. А у меня пока к этому часу все. Я прощаюсь на неделю и желаю вам хороших выходных и насыщенных событий.